Сквозь рёв мотора старенького запорожца возмущение седового водителя почти не разобрать. Но догадаться несложно. Ворчит пенсионер на разбитые дороги. Такое полотно никого не оставляет равнодушным. Владимир Сгимнев уже 30 лет ездит на свой участок в Дубках. Он помнит эти дороги ещё с разметкой. Сейчас их не узнать. Вот от этого угла и туда вообще никто не делает. Она вообще никому не хочет делать. Вот садоводство говорит, что это не наше, это город не наш. Ну, в общем, одним словом, плоховато. Хотелось бы получше. Ну, куда деваться? Терпим. На машине кое-как, как-нибудь добираемся. Автобусы пустят. Автобусники отказываются ездить по этим дорогам, потому что они очень плохие. В прошлом году ямочный ремонт здесь сделали, говорит садовод. Вот только за зиму от него ничего, кроме огромных дыр, не осталось. Яма на яме, кочка на кочке. Пока дачные дороги больше напоминают полосу препятствий. Садовое общество обязали исправить ситуацию. Крайний срок – 22 апреля. А дальше откладывать и нельзя. Уже 27 апреля открывается дачное автобусное сообщение. Привычные 42 маршрута будут курсировать каждый день, кроме понедельника и четверга. Вот только к приёму пассажирского транспорта пока готовы только пять направлений. Остальные спешно собирают взносы на ямочный ремонт. На самом деле в том году были случаи, когда уже к середине садового сезона у автобусов, у больших, ну просто колеса рвались. Вы представляете, что колесо автобуса, насколько трудно его порвать. Но были и такие случаи. То есть председатели на сегодняшний день понимают свою меру ответственности за то, когда поедут автобусы и как качественно они будут ездить. Уже в понедельник комиссия снова отправится в дачные массивы считать ямы. Чиновники говорят, что в этом году диалог с председателями садовых обществ получился продуктивным и маршруты успеют привести в проезжий вид. Екатерина Платонова, Станислав Доминов, Дмитрий Журавлёв. Наше время.